Пятый канал представляет 4-7, смерть всем, 2-0, смерть не боль, смерть не грех, убей их всех. 4-7, смерть всем, 2-0, смерть не боль, смерть не грех, убей их всех, убей их красиво, ты мессия. 4-7, 4-7, 4-7, смерть. Ты почему не в палате? Тише, Мыши. Он все слышит. Семь, шесть. Выход здесь. Смерть не боль. Двери открой. Убью красиво и обессию. Смерть не боль. Что скажете, Татьяна Николаевна? Судя по кочинению трупа, смерть наступила два часа назад. На шее видны следы гематомы. По всей вероятности, он схватил ее за шею со стороны спины и потом ударил острым предметом в горло. Наверное, заточка. А камеры что-нибудь показали? Нет. Убийца шел через черный вход. Там камера неподусмотренная. Это странно, что такое заведение и так плохо охраняется. Понимаете, ночью в нашей клинике все пациенты находятся под воздействием очень сильных седативных препаратов. Они просто не могут совершать осмысленные действия. Этот, как видите, смог. Это просто выпивающий случай. Это первый раз за все время работы моей клиники. Я не знаю, как это могло произойти. Просто не знаю. Да, вот и мне интересно. Как это Малинин смог выбраться из закрытой палаты и как у него в руках оказался режущий предмет? Возможно, это халатность персонала. Но я обязательно подниму этот вопрос. Конечно. Да, да. Рафаэль Завинович, можно? Входите, входите, да. Мы как раз вас ждем. Ждем. Вы присаживайтесь. Это лечащий врач нашего беглеца. Голиков Антон Павлович. Лукьянов Илья Сергеевич. Следователь по особо важным делам. Этот побег, как снег на голову. Я и предположить не мог, что Малинин на такое способен. Он был вполне стабилен. Скажите, а какой у него анамнез? Тяжелая форма параноидной психопатии. А поподробнее? Малинин попал к нам в клинику три года назад в состоянии крайней наркозависимости. К тому же в армии у него случилась тяжелая контузия. Ну, в общем, совокупность этих факторов и привела к полному расстройству личности. И в чем ты выражался? У пациента были навязчивые состояния, бредовые идеи, вспышки агрессии, галлюцинации, в том числе и слуховые. Да, да, да. И его жена, она была просто вынуждена оформить заявление на принудительную госпитализацию. Понимаете, в чем дело? Но Антон Павлович сказал, что он успешно проходил сеансы лечения и вспышек агрессии не наблюдалось. Нет. Вот. А как же вы тогда объясните? Убийство и отсутствие агрессии. Ну, возможно, вчера у него случился рецидив агрессивного состояния. Вот. Да. Это бывает. Такие исключения иногда происходят. Так, ясно. Я хочу смотреть его палату. Резина? Да. Все наши палаты оборудованы по единому стандарту. Ну, поэтому вы вряд ли что-нибудь интересное здесь найдете. Ну, вы сами говорили, что исключения иногда случаются. А это что за цифры? Понятия не имею. Что за цифры? Похоже на какой-то шифр? Или куда-то сейфа? Вряд ли у моего подопечного есть сейф. А вот, судя по следам штукатурки, цифры были нанесены совсем недавно. Что-то ли сподвигло Малинина написать эти цифры? Понимаете, очень сложно определить, что именно и в какой момент может выдать подсознание искалеченные психики. Бред больного воображения непредсказуем. А как скоро вы сможете его найти? А это тоже непредсказуемо. Странно, конечно, все это. Палата открыта, заточка официально. Может быть, санитарка была с ней в сговоре? Может быть, может быть. Высыщики, вам и решать. Илья, о чем задумался? Я думаю, что человека с больной психикой искать сложнее, чем обычного преступника. Вот ты, Кость, куда бы ты рванул, если бы сбежал из дурки? Это вы охватили, Илья Сергеевич. Ну, для начала нужно в него попасть. Мне бы этого очень не хотелось. А я бы, наверное, рванула к тому, кто меня сюда поместил. А вот это правильный ответ. Алло, Вань, нужны установочные данные на жену Малинина Николая Васильевича, 1981 года рождения. Да, срочно. Жду. И еще, Танюш, посмотри, вот здесь вот цифры. Я думаю, что пора подключать нашего компьютерного гения. Поковыряйтесь, может, найдете какую-нибудь закономерность, хорошо? Поехали. Илья Николаевна, позвольте? Мерси. Прошу вас. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Привет, детеныш. Это вам. Это вам. Спасибо. Красивые цветы. А что есть повод? Ну, как же, у вас ведь сегодня дата. Какая? Ну, как... Вроде как гнюха или я что-то напутал? Нет, не напутал. Но с определенного возраста женщину не радует эта дата. Почему? Митька! Да. Догадайся сам. Татьяна Николаевна, не хочу тратить на это нейроны своего мозга. Да и над вами время невластно. Спасибо. Ну, потрать тогда свои нейроны на вычисление закономерности цифрового ряда. Угу. Что это, как думаешь? Да все что угодно. Номер телефона или... Ну, или код цифрового замка, или, может быть, даже выигрыш в лотерею 8 из 20. Ну, то есть безумец выиграл в лотерею, убил санитарку и побежал получать выигрыш. Абсурд. Какой безумец? Ну, это я тебе потом расскажу. А скажи мне, пожалуйста, нет ли у тебя каких-нибудь продвинутых программ по вычислению цифрового кода? Ну, чтобы найти вероятное число комбинаций из 8 цифр от 1 до 9, нужно возвести число 9 в 8 степень. А это примерно около двух миллионов комбинаций. А точнее... Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч четыреста. Печально. Такова комбинаторика. А может, все проще? Ну? Ну, может, это цифры какие-то, ну, в смысле, дата? Дата? Вот у нас сейчас какой год? Две тысячи... Двадцать первый. Четыре цифры отметаем. Да. Угу. Остается... Сейчас какой месяц? Июль. Ноль семь. Еще две цифры. Угу. Осталось четыре и один. Сорок первого июля быть не может. Знаете, четырнадцатый июля. Все легко. Эти цифры, они обозначают дату. Четырнадцатый, ноль седьмой, две тысячи двадцать первого. Малинин сбежал в ночь с двенадцатого на тринадцатый. И что? А то, что в течение сорока восьми часов Малинин может совершить какую-нибудь акцию. Илья Сергеевич, очевидно, что пациент зарезал сметарку, чтобы выйти из клиники. Да я не спорю, но у него уже есть какая-нибудь цель. Какая? Ну, например, отомстить бывшей жене за то, что она упекла его в психиатрическую клинику. Это мне не психиатр? Это мое мнение. Я предпочитаю рассматривать версии, когда помимо мнения есть еще и факты. А вот с этим, товарищ подполковник, у вас проблемы. Значит так, Малинин объявлен в розыск, задействована соответствующая служба. Оснований для паники я не вижу. Ой, Гнатьев, сегодня день рождения. Давай скинемся. Я пулей в магазин метнусь, шампусик, все такое. Тортиком закусим, мама ко мне офигенный тортик принесла. Сейчас не до тортика, у тебя псих по городу бегает. Да, я знаю, но поздравить как-то надо. Машков, что по жене Малинина? Так, Малинина, фотка, Юлия Семеновна. 1989 года рождения, закончила художественное училище имени Рериха. Два года вела ИЗО в общеобразовательной школе, на данный момент нигде не работает. Но рисует портреты граждан в Александровском саду. Ты почему до сих пор не там? Не понял. Встал и на выход. Я пошел? Плохой. А долго еще? Буквально пара штрихов. Все? Круто. Очень похоже. А сколько с меня? Пятьсот, как договаривались. Спасибо. Портретик заказать хотите? Продолжение, конечно, интересное. Скажите, а вы Малинина Юлия Семеновна? Нет, она была здесь с утра, но уже ушла. Мне хорошо начинать знакомство с сотрудником полиции из банального обмана. Черт. Слушайте, давайте договоримся. Я пока еще не очень много заработала. Давайте обойдемся без взяток должностному лицу. Скажите, а вы мужа своего давно видели? Колю? Да. Так он в дурке три года уже. Там ищите. Сбежал на школе. Как это? Так. Санитарку зарезал и сбежал. И где он сейчас? Это мы и хотим выяснить. Четыре семь. Смерть всем. Один ноль два. Звериная голова. Я уже почти закончил. Дай мне дозу. Я знаю, ты принес. Дай мне дозу. У меня звериная голова. Разве ты не видишь? Разве ты не видишь этого? Дай ей пить. Пить! Дай мне! Куда ты пошел? Я же почти закончил! Дай! На! Перед тем, как Колю в больнице положили, я как на вулкане жила. Страшно было домой приходить. Он сидит, в одну точку смотрит. Глаза у него такие… Какие? Как будто одни зрачки. А чем он до болезни занимался? Геологически закончил. Но с работы было не очень, и поэтому он пошел в армию служить по контракту. Сапером стал, разминировал там что-то. В командировки ездил на Кавказ, в Сирию. А когда вернулся, уже с контузией. Его по врачам замучилось таскать. Руки тряслись. В ночи аморать стал. Кучу препаратов не прописывали, только пользы от них. А потом… Отсел на наркоту? Да. Глюки стал ловить. В общем, свихнулся. Бомбу сделал настоящую. Представляете? Я как увидела, сразу ментов вызвала. Так они бы Юлю скрутили. Слушайте, мне как-то нехорошо, наверное… Юля, успокойтесь. Давайте я вам еще что-нибудь докажу. Нет, вы знаете, мне, наверное, лучше домой. Домой не советую. Малин, может быть, из больницы сбежал, чтобы вам отомстить. Мне? За что? Да то, что вы его в дурку определили. Что там в его воспаленном сознании происходит, никто не знает. Хотите, мы вам охрану организуем? Нет, вы знаете, я, наверное, лучше куда-нибудь уеду. Дело ваше. Только как только он появится, сразу нам сообщите. И будьте очень осторожны. Хорошо? Да. Малинин – это бывший взрывник. А бывших не бывает. Есть вероятность того, что он вновь попытается собрать взрывное устройство. Илья Сергеевич, вчера вы подозревали, что Малинин убьет свою жену, а сегодня, что он кого-то взорвет. Извините, но ваше поведение уже смахивает на паранойю. Вам бы сама мог к психиатру обратиться. Я серьезно. Судя по выражению вашего лица, Илья Сергеевич, вы получили ценное указание от руководства. Получил, получил. И распоряжение подлечить свою паранойю. Ну, на Северный полюс белых медведей пости нас посылали, помню. Поставим в Урюпинск. Ну, чтобы в психушку. Это что-то новенькое. Ну что, я бы с удовольствием недельку в психушке полежал бы на полном обеспечении. Выспался бы хоть. Времени нет. Завтра нужно будет переговорить с этим лечащим врачом-психиатром Голиковым. Все-таки решили воспользоваться рекомендацией сада. И ты туда же, да? Конечно. Нам всем с такой работой. Посещение психиатра очень полезно. Ну, я же вам объясняю. Пациенту категорически запрещены любые контакты с внешними раздражителями. А? Ну, я прошу четко выполнять мои рекомендации. Вы меня понимаете? Рафаэль Завянович. Да-да. Уделите нам пару минут. Да-да, конечно. Вам. Сколько угодно. А что, есть новости? Неужели поймали? Ищем. Ищем. Скажите, мы можем переговорить с лечащим врачом Малининым? Ну, Голикова сегодня нет. Он вчера взял отгул. Сказал, что нужно срочно уехать. Странно. Что именно? У него пациент сбежал, а он уехал. Его номер телефона не подскажете? Конечно. Только, понимаете, в чем дело? Я сегодня неоднократно ему звонил, но телефон Голикова все время вне зоны доступа. Так, а мы можем осмотреть его кабинет? В интересах следствия. В интересах следствия, конечно. Пойдемте. Серьезная литература. Эриксон, Буль. Ваш Голиков увлекается гипнозом? Так это же его основная специализация. А тут у него что? Это аудио и видео отчеты сеансов, проведенных с пациентами. Фиксирование этих сеансов входит в обязательный регламент лечения. О, как интересно. Я хочу знакомиться с отчетами. Пять, шесть. Выход есть. Агрессии больше нет. Только покой и расслабленность. Вы чувствуете покой? Да. Хорошо. А теперь просыпаемся. Пять, четыре, три, два, один. Эдельвейс! Ну как, самочувствие? Вы хотите кого-то ударить? Что-нибудь сломать? Нет, доктор. Я хорошая. Я больше так не буду. Хорошо. Очень хорошо. Ты молодец. А теперь мы просыпаемся. Пять, четыре, три, два, один. Эдельвейс! А где сеансы с Малининым? Сейчас, одну минуточку. Сейчас. Малинин, Малинин. Странно. Все записи куда-то пропали. Ну, они были здесь, это точно. Я сам неоднократно их видел здесь. Так подумайте, пожалуйста, куда мог поехать Голиков? Ну, я не знаю. Раньше он по выходным ездил в Комарова. Там дом его матери. Она была известным врачом. Я уже все доделал. У меня звериная голова. Звериная, звериная. Еще у тебя волчий хвост. И волчьи зубы. У тебя. У тебя. Вань. Куда рванул? У тебя. Может, он нас с порога загипнотизирует? Ну, может, не прям с порога, тебя за психа примет. Работаем. Да игрался наш доктор. С гипнозом. Казацин Михайлович, сюда гляньте. Так. Вижу. Интересно. Это остатки динамита. Вот что, Ваня, звони Колукьянова. Ну, судя по всему, Горьков привез нашего пациента сюда и держал его здесь на цепи. А вот потом пошло что-то не так. И Малинин зарезал своего мучителя. Да, но характер-то ранения совершенно другой, нежели чем у санитарки. Да? Ну, эти обуви с жертвой зарезаны. А где телефон Голикова? О, вот. В комнате наверху обнаружил. Что там? Переписка Голикова с некой Мариной Сотниковой. И ее фотографии. Красивая. Между прочим, девушка. Родная, любимая, нежная. Жденные дожди с того дня, когда я смогу назвать тебя своей женой. Знаешь, Мариночка, если этого не произойдет, я просто не смогу уйти. А дальше? Дальше слишком лично, Иван. Да уж, страстики были у них нешуточные. Я нашел чат приписки Голикова с этой самой симпатичной Мариной. Последнее сообщение от нее пришло два месяца назад. Антон, я выхожу замуж. Прости, если сможешь. Про динамила лекаря, значит. Так, Санюш, ты тогда остаешься здесь, а оперов я вызову, ты их сориентируй насчет Малинина. Ну, а мы тогда поедем, проведаем эту симпатичную Сотникову. Подождите, ребята, вы что? Вы хотите меня здесь одну оставить? В подвале? Наедине с трупом гипнотизера? Да. А где ваша совесть, товарищ подполковник? Ну, а что ты хотела? От потенциального пациента психиатрической клиники. Миш, паранойя. Нормально. Спасибо. Здрасьте. Здрасьте. А не подскажете, как найти Марину Сотникову? Зачем? Ой, извините, забыл представить. Лукьянов Илья Сергеевич, следователь. А это мои коллеги. Здрасьте. Очень приятно. Елена Петровна, тете Мариночки. А что, что-то случилось? Вы знаете, у нас есть сведения, что она очень тесно общалась с неким Голиковым, Антоном Павловичем. Это так? Да. Любовь у них была, дело к свадьбе шло, но Мариночка выходит замуж за другого. За Володю. А почему? Так моя сестра ее отговорила. Чем же Голиков ей не угодил? Да всем. Она считает, что он совершенно свихнулся на своей работе с психами. А это не так. Антон очень хороший врач. Добрый, обходительный. Мигрень мою как рукой снял. А Марина, значит, не оценила его талант. Я ее просила, умоляла. Нет, она смотрит в рот родителям. Володю этого выбрала. Конечно, у него отец бизнесмен крутой. Коттедж ему обещал к свадьбе подарить у залива. Кстати, а почему вы Антоном интересуетесь? Да, понимаете, есть у нас к нему несколько вопросов. А сейчас Марина где? В ЗАГС поехали. А свадьба будет в этом дурацком ресторане. Престиж. В Лисе в носу. Вот-вот, в носу. Спасибо за информацию. До свидания. Поехали. До свидания. Теперь понятно, для кого Малинин готовил взрывное устройство. Для Сотниковой. Не прошу ли ее было убить более традиционным способом? Если верить словам тетки, Марину отговаривали все. Значит, и виноваты все. Марина, ее родители, родители жениха, а сам жених. А этот Малинин с его опытом взрывных работ идеальный исполнитель. Такой псих-пироман. Получается, Голиков сделал из него итакого Франкенштейна? Орудие для мести. Ну, бомбер в Америке был. Он в посылках бомбу отправлен. Похоже, Малинин совершает свое преступление под гипнозом. Голиков внушит Малинину и устроит взрыв на свадьбу. А судя по надписи на стене, дату этой свадьбы он уже давно-недавно внедрил в подсознание Малинина. Малинин может быть где-то здесь. Дорогие мои дети, Мариночка, Володя, вот вы и стали мужем и женой. Я желаю вам семейного счастья. Думал, что подарить? Постельное белье, сервиз. Короче, я вручаю вам ключи от вашей новой квартиры. Борька! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Подполковник Лукьянов, следователь по особо важным драмам. И в чем, собственно, дело? Я хочу попросить вас срочно остановить это мероприятие. Как это остановить? Здесь, вероятнее всего, заложено взрывное устройство. Пловно приехали? Ну что, нас снимает хитая камера? К сожалению, нет. Послушай, подполковник, я единственного сына женю. И если ты хочешь сорвать мне мероприятие, я сейчас позвоню генералу Самойлову, и взрывное устройство сработает у тебя под задницей. Не веришь? Не надо меня пугать сейчас. А я не пугаю. Николай Степанович, привет, дорогой. Извини, что выходной дергаю. Тут к нам на свадьбу заявился некто подполковник Лукьянов. Требует, чтобы вас вернули мероприятие. А никак не аргументирует. Говорит, что типа взорвется у нас здесь все. Ага, даю. Да, товарищ Павел. У меня есть точная информация. Ну, вероятнее всего. Да, вероятно. Да, хорошо, я вас понял. Малина, я не обнаружил. Ванька в своих бутылках. Война войной, обед про списание. Ты понимаешь, что остановить праздник они не собираются? Нет. Я же жениха Самойлову позвонил. Скорее он мне хочет уволить. А Сар хочет упить в психушку. Что-то мне не везет на сегодняшний участие. Это точно. И по традиции, первый развязает своебный торт молодая жена. Костя, бомба там. Что-то времени совсем нет. Ну, ждать. Ну, что, красный или синий? Давайте синий. Нет. Давайте красный. Костя. Я сказал красный. Черт. Пьяный, что ли? Совсем страх потерял? Я мессия. Я мессия. Пью красиво. Мужик, ты офонарел? Смерти ищешь? А что? А? С дороги, пьяная скотина. Ты что, мужик, а? Все заткнули свои пасти и не дергайтесь. Мам, мне страшно. Заткни своего щенка. Всем сидеть и не двигаться. Ловко вы ее, эту бомбу, товарищ подполковник. А если бы не тот проводок отрезали? Ну, тогда бы нас наградили посмертнее. Торчик знатный был. Жаль, не успел попробовать. Кто-то о чем, а Ваня о жратве. Слушаю. Понял. Едем. На трассе нашли раненого ножом водителя. Он сообщил, что неизвестный, захватил рейсовый автобус. Судя по описанию, это наш Фрикенштейн. Следственный комитет. Докладывайте. Какой-то ненормальный захватил автобус, орет, что он мессия. Планируем огонь на поражение в заложника женщины и детям. Отставить огонь. Елена Сергеевич, стойте. Тихо. Вы все в плесень. Вы не должны жить. Я убью каждого из вас. Я пришел в этот мир, чтобы очистить его от этой грязи. Я мессия. А начну ее, пожалуйста, тебе. Не надо, пожалуйста, не надо. Коля, давай сначала меню. Ты разве не видишь, что у меня звериная голова? Да, твоя голова видит все. Я твоя плесень, Коля. Иди ко мне. Три, два, один. Эдельвейс. Три, два, один. Эдельвейс. Три, два, один. Эдельвейс. Тихо, 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 Коль. Вот, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, спокойненько. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Можно в водичке? Да, конечно, Коль. Вода там в машине. Спокойно, он не опасен. Пойдем, пойдем. Ловко вы его. Илья Сергеевич, а что, вам гипнотизеры податься? Да, хороший досуг для занятий на пенсии. Пойдем там в машине, вода. Черт. Ну-ка. Где лежать? Илья Сергеевич! Как самочувствие, Илья Сергеевич? Что? Нет, правда, что? Я действительно плохо слышу. Как ты себя чувствуешь? Ну, здорово ему интересуешься. Ну, что, бывало лучше. В общем, так. Меня вызывал генерал Самойлов. Хвалил тебя за проявленную инициативу. Поставлен вопрос о внеочередном звании. Может быть, орден дадут. Фу, как. А чего это начальство сменило гнев на милость? На то оно и начальство. Я с этим согласен. И тебя это тоже касается. Между прочим, ты мне рекомендовал обратиться к психиатру. Разве? Мне кажется, ты что-то путаешь. Наверное, путаю. Контузия. Ну, ладно, Илья Сергеевич. Выздоравливай. Да и ты уж не хворай, Марк Алексеевич. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok